Миссис Коллинз уехала в командировку, а ее дочь Элла осталась одна дома. Конечно, девочке хотелось пригласить друзей. Мать знала, что это неизбежно, поэтому разрешила Элле пригласить не больше двух друзей. Миссис Коллинз также попросила соседку присмотреть за дочерью. Вот что увидела соседка, когда подошла к дому. Следует ли Эллу указание матери? Возле дома припарковано пять машин. Если одна из них принадлежит Элле, то в доме должно быть как минимум еще четыре девушки, но возможно и больше. В любом случае, Элла пригласила гораздо больше людей, чем ей разрешалось. Джейсон получил письмо от девушки, в котором она предлагала ему встретиться. К сожалению, письмо не было подписано, поэтому он не знал, кто эта девушка. Он только знал, что это кто-то из его класса. Осмотритесь вокруг, какая девушка отправила ему сообщение. Письмо написано фиолетовыми чернилами. Смотрите, у той девушки в руках фиолетовая ручка. Значит, она должна быть тайной поклонницей. Детективу Каллуму позвонили из местного магазина, который продает брендовую обувь. Похоже, украли одну пару дорогих туфель на высоких каблуках. К сожалению, в тот день камеры не работали, так что видео не осталось. Но у входа была камера, которая фотографировала людей, входящих и выходящих из магазина. Кто же грабитель? Это женщина. Посмотрите, она стала выше. Вероятно, потому что надела туфли. Полицейский офицер преследовал грабителя по городу. Внезапно грабитель вошел в больницу и исчез. Когда полицейский вошел в здание, там было трое работников. Один из них – грабитель, который притворялся пациентом. Сможете ли вы определить этого человека? Это не может быть беременная женщина, и я сомневаюсь, что это старик. Этот мужчина кажется слеп. Но где его трость? Бьюсь об заклад. Это грабитель, который надел темные очки, чтобы притвориться слепым и отвлечь подозрения полицейского. Взгляните на этих трех людей. Один из них – не человек. Но кто? Это женщина. Смотрите, рука за ее головой зеленая. Авери гуляла по лесу поздно вечером. Было полнолуние, и она встретила трех оборотней. Но на самом деле только двух, потому что один из них – не настоящий оборотень. Кто? Вот он. Смотрите, тут молния. Он явно носит костюм. Хорошо, теперь посмотрите на фотографию людей в ресторане. Один из них – охотник на вампиров под прикрытием. Если бы вы были вампиром, кого бы вы избегали любой ценой? Вам придется избегать этого места в целом, потому что это повар. Смотрите, он добавляет чеснок в блюдо. Теперь давайте проверим, насколько вы внимательны. Я покажу вам несколько фотографий, и вам нужно будет определить, что на них не так или странно. Вот первое, что скажете. Смотрите, призрак подключен к розетке. Вот еще одна. Опять с привидением. Вы достаточно внимательны, чтобы заметить, что с ней не так. Этот призрак отбрасывает тень. Вы отлично справляетесь. Вот следующий вопрос. Смотрите внимательно. Что вы видите? Этот вампир загорелый. Вампиры никогда не видят солнечного света, поэтому они очень бледные. Хорошо, следующий вопрос будет таким же хитрым. Мы находимся в доме вампира. Можете заметить, что здесь не так? Посмотрите на фотографию на заднем плане. На ней вампир, но вампиров нельзя сфотографировать. Пейдж плохо училась в школе, поэтому на все зимние каникулы ее посадили дома учить уроки. Ее отец работал в ночные смены, поэтому часто отсутствовал, и Пейдж могла улизнуть. Она была очень осторожной, так что это проходило незамеченным. Но однажды рано утром отец вернулся и понял, что Пейдж улезнула ночью на вечеринку. Как он догадался? Смотрите, только машина Пейдж не покрыта снегом. Это значит, что девушка недавно ездила на ней. Миссис Джонс наказала своих детей за вечеринку, которую они устроили в доме на прошлых выходных. Им запретили выходить из дома на две недели и их тщательно контролировали. В субботу Миссис Джонс ушла на час, чтобы купить продуктов. Когда она вернулась, то поняла, что кто-то улизнул на этот час. Эви сказала, я смотрела Netflix. Дэйл сказал, я переписывался с другом. Кая сказала, я только что закончила принимать душ. Кто уходил гулять? Кая. Если бы она действительно принимала душ, зеркало в ванной было бы запотевшим. Но смотрите, оно абсолютно чистое. Что ж, она просидит дома еще неделю. Как насчет освежающей тренировки для мозга? Если вы готовы, предлагаю начать. Человек вошел в комнату и увидел три двери. На первой была надпись «В болото». На второй двери была надпись «В логово льва». На третьей двери не было никакой надписи, но человек точно знал, куда она ведет. Ну как? Это была дверь, через которую он вошел. Вы возвращаетесь с обеденного перерыва и обнаруживаете, что кто-то украл деньги из вашей сумки. Есть четыре подозреваемых. Мила, Генри, Джексон и Виктория. Когда вы спрашиваете их о деньгах, Мила отвечает, что их не брала. Генри говорит, что он почти уверен, что деньги у Джексона. Джексон кричит «Неправда, Генри врет!» А Виктория утверждает, что Мила говорит правду. Только один из этих людей не лжет. Кто забрал ваши деньги? Это Мила. Она, Генри и Виктория лгут. А Джексон говорит правду. Если бы кто-то другой взял деньги, было бы больше одного человека, говорящего правду. Несколько воробьев приземлились на деревья. Одна птица на одно дерево. Но одному воробью не хватило дерева. Тогда они перегруппировались и по два воробья сели на одно дерево. После этого одно дерево осталось без птицы. Сколько было птиц и деревьев? Четыре воробья и три дерева. Три знаменитых детектива пришли в кафе, чтобы обсудить запутанное дело. К ним подошел официант и спросил. Все хотят кофе? Первый детектив ответил. Не знаю. Второй детектив ответил. Не знаю. А третий детектив сказал «да». Почему он так сказал? Все детективы хотели выпить кофе. Но первые два не могли знать, будет ли это выбор каждого. Если бы первые два детектива не хотели кофе, они бы просто сказали «нет». Поэтому, когда третий детектив услышал ответы своих коллег, он понял, что оба они хотят кофе. И поскольку он тоже собирался выпить чашечку, то сказал «да». Посмотрите на эту картинку и попытайтесь понять, кто здесь замаскированный инопланетянин. Это парень в желтой рубашке. Он ест банан, но не очистил его от кожуры, прежде чем откусить. Возможно, он видит этот фрукт впервые. У вас есть равенство, составленное из спичек. 6 плюс 4 равно 4. Переложите всего одну спичку, чтобы оно стало верным. Вам нужно взять одну спичку и знака «плюс» и добавить ее к шестерке, так, чтобы получилась восьмерка. Тогда у вас будет 8 минус 4 равно 4. Посмотрите на эту фотографию дружной компании. Как вы думаете, кто из парней муж этой девушки? Тот, что справа. Он единственный, у кого на пальце обручальное кольцо. Следующая загадка, чтобы проверить, насколько вы внимательны. Кто ее муж? Это парень слева. Смотрите, в машине его фото. На самом деле он владелец автомобиля. Можете понять, что здесь не так. Эти парни носят умные часы. Вы детектив. И ваша следующая задача – понять, где прячется преступник. Обязательно обращайте внимание на каждую деталь. Преступник находится в доме А. Машина возле этого дома припаркована таким образом, чтобы уехать как можно быстрее. Можете ли вы определить, кто из этих людей в наибольшей опасности? Этот парень. Большая сосулька вот-вот упадет прямо ему на голову. Человек в желтой машине едет правильно или неправильно? Это неправильный и опасный способ вождения. Автомобиль движется очень медленно. И чтобы обогнать его, следующему водителю придется маневрировать из крайней левой полосы в правую. Это может легко привести к аварии. Как с помощью одной буквы превратить число 98 в 720? Добавьте букву Х между 90 и 8. Получится 90 умножить на 8 или 720. Тимати приглашает Черри на ужин. Но, к сожалению, бывший парень Черри Дрейк уже нашел их. Он застает Тимати и Черри в доме. Неожиданно звонит телефон. Дрейк разрешает Тимати взять трубку. Но он не может объяснить собеседнику, что происходит. Иначе Дрейк с помощью своей волшебной палочки превратит их с Черри в змей. Поэтому Тимати отвечает. Привет, мам! От меня нужна какая-то помощь. Я дома и собираюсь ложиться спать. Если это не срочно, позвони попозже, ладно? Я очень хочу спать. Через полчаса приехали полицейские, конфисковали волшебную палочку и спасли ребят. Как Тимати попросил о помощи? Он нажимал кнопку выключения звука на всех словах, кроме помощь, дом, срочно, позвони. Детектив предлагает Дрейку свободу в обмен на загадку. Он должен пройти через одну из этих трех дверей. За первой дверью джунгли, полной опасных животных. За второй дверью находится резервуар с ледяной водой, в котором невозможно находиться. А за третьей дверью гигантский огнедышащий динозавр. Какая дверь более или менее безопасна? Дрейк должен выбрать третью дверь. Динозавры не дышат огнем, и они вымерли миллионы лет назад. Дрейк возвращается в свой замок и обнаруживает, что кто-то разбил все бутылки с его драгоценными зельями в лаборатории. Дрейк приходит в ярость и допрашивает трех слуг гоблинов. Вилли говорит. Я весь день убирался в замке. Сегодня я даже не заходил в твою лабораторию. Тилли говорит. Утром я собирал розы в саду. Потом я зашел в твою лабораторию, чтобы принести лепестки роз для твоих зелий. Все было хорошо. А Билли говорит. Я готовил ужин на кухне, а потом пошел в ванную, чтобы принять быстро душ. Кто лжет? Тилли. Он не собирал розы. Они все еще в саду. Тем временем Тимати отвозит Черри домой. Затем Тимати делает две фотографии Черри. Можете ли вы найти десять отличий между ними? Вот они! Кто-то ограбил дом Черри, когда она была на пикнике четвертого июля. Детектив находит четверых подозреваемых и расспрашивает их о том, что они делали в тот день. Бобби, пожарный, говорит. Накануне я был на дежурстве. Я очень устал, поэтому весь день спал. Ник студент. И он говорит. Я праздновал день независимости со своей семьей. Рик, менеджер, говорит. Это был праздник, и я отдыхал со своими соседями по комнате. Потом мы всю ночь смотрели телевизор. А Кайл, почтальон, говорит. Я был на почте весь день. Все мои коллеги видели меня. Детектив сразу же понял, кто грабитель. А вы? Это был Кайл. Он не мог работать на почте четвертого июля. Это государственный праздник. Черри получает свою первую зарплату и прячет деньги в шкафу. Трех соседей Черри по комнате в это время нет дома. Поэтому она просто оставляет деньги и сразу же отправляется в спортзал. Через некоторое время Черри возвращается домой и обнаруживает, что ее деньги украли из шкафа. Она начинает искать по всей комнате, но не находит никаких улик. Вдруг в комнату входят три ее соседки по комнате. Черри спрашивает каждую из них. Кто-нибудь украл мои деньги? Белла отвечает. Я весь день была в колледже. Я вернулась домой на обед и не заходила в эту комнату. Анна говорит. Я тоже пришла на обед, но после Беллы я открыла дверцу шкафа, чтобы поискать документы, но денег там не было. А Мэган говорит. Я понятия не имела, что вы прячете наличные в шкафу. Я только что вернулась с работы. Тебе стоит поговорить с охранником. Кто вор? Белла, видимо, решила, что если Черри обыскивает эту комнату, то деньги должны были быть украдены отсюда. Поэтому она не кажется подозрительной. Но Анна сказала, что она обыскала шкаф и не нашла денег. Между тем, Черри вообще не упоминала о шкафе. Следовательно, Анна воровка. Марджери владеет фермой. На ее земле растут шесть яблонь и семь лимонных деревьев. На каждой яблони 12 плодов, а на каждом лимонном дереве 10 плодов. Сколько всего апельсинов? Ноль. Мы не говорили, что у Марджери есть апельсиновые деревья. Марджери вставляет кольцо с бриллиантом в стеклянную бутылку и закрывает ее с помощью пробки. Затем она вынимает кольцо из бутылки, не вынимая пробку и не разбивая бутылку. Можете ли вы догадаться, как она это сделала? Легко. Она протолкнула пробку в бутылку и достала кольцо. Марджери потеряла свои смарт-часы где-то в поле. Она использует свой телефон, чтобы определить текущее местоположение часов. Телефон рисует три возможных маршрута, но только один из них действительно приведет ее к смарт-часам. Сможете ли вы помочь Марджери выбрать правильный путь? Маршрут А является правильным. Рано утром Марджери входит в один из сараев фермы. О нет, кто-то разбил все бутылки с вишневым соком. Она просит трех своих работников навести порядок. Тем временем она допрашивает их. Кто это сделал? Спрашивает Марджери. Фрэнк отвечает. Вчера днем я поставил все бутылки с вишневым соком на полке, а потом ушел домой. Я не знаю, что произошло. Фил говорит. Вчера вечером я плохо себя чувствовал, поэтому не притронулся к соку и рано лег спать. А Анна говорит. Вчера я весь день красила забор. Я даже не заходила в сарай. Кто лжет? Анна. Она сказала, что покрасила забор, но он совсем не выглядит свежевыкрашенным. После долгого рабочего дня Марджери хочет расслабиться и идет в общественный бассейн. В душе она замечает нечто очень странное. Одна из этих дам не с этой планеты. Можете ли вы угадать, кто это? Третья леди. Она использует кетчуп для мытья волос вместо шампуня. Марджери встречает у бассейна трех своих лучших подруг. Меган, Саро и Рейвен. Одна из них родила тройню четыре года назад. Можете ли вы угадать, кто именно? Рейвен. Посмотрите на ее руки. На ней три браслета со словом «Мама». Сейчас тройняшкам четыре года. А ее украшения выглядят так, как будто их могли сделать они сами. Марджери и ее подружки идут на концерт. Но только один из них – настоящий музыкант. Сможете ли вы угадать, кто? Это второй парень. Первая леди поставила ноты вверх ногами. После концерта Марджери решила прогуляться по улице. На ней сто домов, пронумерованных от одного до ста. Можете ли вы посчитать, сколько раз использовали цифру девять, чтобы пронумеровать все дома? Правильный ответ – девятнадцать. Эту загадку можно решить с помощью простой математики. Цифра девять должна встречаться в следующих числах. Все, что нам нужно сделать, это сосчитать количество девяток в этой последовательности. Марджери возвращается домой поздно вечером и видит что-то жуткое в своей гостиной. Можете ли вы тоже это увидеть? В этой комнате находятся три призрака. Что насчет склада? Можете ли вы обнаружить здесь призраков? Привет! Давайте посмотрим в спальне. Здесь пять призраков! Кто-нибудь может вызвать охотников за привидениями? На следующее утро Марджери идет собирать яблоки на своей ферме. Вдруг кто-то пролил ей на голову вишневый сок. Она заметила, что кто-то залез на дерево, чтобы устроить этот розыгрыш, но она не видела лица этого человека. Тогда Марджери допрашивает трех человек, работавших в тот день на ферме. Фрэнк говорит, я поливал овощи далеко от яблонь. Фил говорит, я был на кухне, готовил ингредиенты для производства лимонного джема, как вы меня и просили. А Нина говорит, я была в саду и собирала лимоны для варенья. Марджери сразу же догадалась, кто это сделал. А как насчет вас? Это был Фил. Он порвал рубашку и кусок ткани застрял на ветке яблони. На ферму приезжает группа туристов и Марджери проводит для них увлекательную экскурсию. К сожалению, один из гостей вор. Сможете ли вы угадать, кто? Это женщина, она крадет деньги из чужой сумочки. Весь день идет проливной дождь. Марджери остается дома одна и печет панкейки на кухне. Вдруг она понимает, что забыла выключить телевизор в гостиной и идет туда. Через минуту Марджери возвращается на кухню и теряет дар речи. Почему? Можете догадаться? Когда Марджери вышла из кухни, на блюде лежал один готовый панкейк. Но теперь его нет. Все окна заперты. Так кто же это сделал? Вдруг Марджери слышит странные звуки из подвала. Она идет туда и находит воришек. Семья енотов проникла в ее дом и украла панкейк. Можете посчитать точное количество животных в подвале. Задача состояла в том, чтобы посчитать количество всех животных. Поэтому правильный ответ 7. Есть 4 енота, 1 кошка и 2 крысы. А давайте сделаем небольшой перерыв. Вы любите романтические фильмы? Надеюсь, что да. Потому что я покажу вам набор эмодзи, а вашей задачей будет угадать, какой романтический фильм они обозначают. Итак, вот первый вопрос. Очень простой. Ну конечно, это Титаник. Следующее задание. Ничего особенного, все должно быть понятно. Вы знаете этот фильм? Это дневник памяти. А как насчет этого? Относительно недавний ремейк имел большой успех. Есть идеи? Это звезда родилась. Следующая загадка. Как думаете, вы сможете ответить правильно? Это перед рассветом. За следующим набором эмодзи скрывается еще одна известная история любви. Вы догадались, о чем речь? Это Ла-Ла Ленд, конечно же! Вот последний фильм. Уже не новый, но очень хороший. Ваша версия? Это вечное сияние чистого разума с Кейт Уинслет и Джимом Керри. Давайте продолжим. Был день Святого Валентина, и Николь хотела положить маленький подарок в шкафчик одноклассника, в которого была влюблена. Она не знала код. К счастью для нее, владелец шкафчика был забывчивым, поэтому оставил там записку с подсказкой. Сможете разгадать комбинацию? Каждое число — это количество линий в соответствующей букве. В Ай всего одна линия, в М4, в H3, а в T2. По этой логике в И4 линии, в L2, в V2, а в Z3. Итак, комбинация 4, 2, 2, 3. А вот еще один код, который вам предстоит взломать. На этот раз вам нужно помочь Эрику. Он хочет сделать своей жене хороший подарок на День Святого Валентина, но совершенно не знает, чего она хочет. План состоит в том, чтобы взломать ее компьютер, проверить корзину в интернет-магазине и заказать что-нибудь оттуда. Проблема в том, что компьютер требует пароль, а Эрик его не знает. К счастью, на столе лежит записка, и он вводит 6198, но код неверный. Сможете выяснить, какой код правильный? Записка просто перевернута. Эрик должен попробовать набрать 8619. Кеннеди работает в отделении неотложной помощи. Сегодня День Святого Валентина, и к ней привезли пациента, которому стало плохо во время вечеринки в колледже. Кеннеди выходит из палаты, потому что ей нужно поговорить с девушкой пациента. Она была на вечеринке вместе с ним. К какой из девушек ей следует обратиться? Где здесь спутница парня? Вы помните, что пара была на вечеринке? Значит, они должны быть красиво одеты. Скорее всего, спутница пациента – это девушка в платье. Теперь давайте потренируем глаза. Вот куча сердечек. Можете найти одно разбитое сердце. Да, вот оно! Вы молодец! И еще одна похожая задача. Итак, есть много целых сердец и несколько разбитых. Сколько всего разбитых сердец? Здесь пять разбитых сердец. Вы нашли их все? Кэлси пришла в антикварный магазин, чтобы купить подарки своему парню. Ей нужна была кепка для него, старинные карманные часы и игрушечная машинка 20-х годов прошлого века. Можете помочь ей найти все эти предметы для ее парня. Вот кепка, вот часы, а вот машинка. Вы заметили их все? Марк покупает подарки для Кэлси в том же антикварном магазине. Ему нужно найти красивую чашку, старинное зеркало и фотоальбом. Ему тоже нужна помощь, так что смотрите в оба. Вы видите все эти предметы? Вот они! Один, два и три! Отличная работа! Это вечеринка в честь Дня Святого Валентина, и Мелоди, самая популярная девушка в школе, устраивает ее. Четыре лучших друга стоят вместе, и один из них парень Мелоди. Вы спрашиваете их, кто ее бойфренд, и вот что они отвечают. Первый говорит, это четвертый парень. Второй говорит, это я. Третий утверждает, нет, это первый парень. А четвертый говорит, нет, на самом деле это я. Если только настоящий бойфренд говорит правду, а остальные лгут, с кем из них встречается Мелоди? Только бойфренд Мелоди говорит правду, поэтому он скажет, я ее парень. Значит, это либо второй парень, либо четвертый. Но если бойфренд четвертый, то первый тоже говорит правду. Значит, Мелоди встречается со вторым парнем. Так-то. Из городского музея пропало дорогое золотое яйцо, усыпанное бриллиантами. Работники музея заметили это утром, и, конечно, сразу же заявили о краже в полицию. Лучший детектив города начал расследовать это дело. Он тщательно просмотрел записи и определил трех главных подозреваемых. Затем он увидел отпечатки рук на стекле, за которым находилось яйцо. Посмотрите на эти отпечатки и на руки подозреваемых. Кто виновен? Вот этот человек. Смотрите, отпечатки неполные, потому что что-то мешало. Этот человек носит кольца, так что это его отпечаток. В маленьком городке кто-то украл дорогой серебряный ошейник для кошки, усыпанный бриллиантами и самоцветами. Владелец магазина вызвал полицию, и началось расследование. Подозреваемых было трое. Мистер Джонсон сказал, «Я пришел купить серьги в подарок дочери. У нас нет домашних животных». Миссис Мартин сказала, «Я купила браслет для себя. Я ничего не крала». Миссис Таннер сказала, «Я понятия не имею, о чем вы говорите». Вор мистер Джонсон. В его саду есть кошачьи следы, так что у семьи, очевидно, есть домашнее животное. В городе завелся грабитель, и никто не мог поймать его в течение нескольких месяцев. После очередного инцидента полицейские заметили, что грабитель вошел в больницу. Они последовали за ним и столкнулись с двумя врачами. Кто из них переодетый грабитель? Парень, который носит наушники вместо стетоскопа. Миссис Стивенсон уехала на море на три месяца, но ее работники регулярно приходили для обслуживания дома. Когда она вернулась, то поняла, что кто-то из работников уезжал в незапланированный отпуск. Кто это был? Садовник, который ухаживал за садом? Домработница, которая заботилась обо всем в доме? Или маляр, который приходил красить дом? Это домработница. Смотрите, домашние растения засохли. Похоже, она пропустила пару недель работы и, вероятно, убралась в доме только перед возвращением миссис Стивенс. Как вы думаете, кто из них невеста этого человека? Вот это девушка. Смотрите, у нее такая же татуировка, как у парня. Полиция небольшого города получила сообщение, что монстры незаметно наводнили город и теперь живут среди людей. В этом нет ничего страшного, но полиция решила выявить их всех, чтобы следить за ними. Сможете помочь полиции определить, в каких домах живут монстры? Вот первое задание. Вы видите два дома, и в одном из них живет вампир. В котором... Скорее всего, в этом доме. На всех окнах закрыты жалюзи. Вампиры не любят солнечный свет. Итак, следующее задание – найти дом мумии. Вот два возможных варианта. В каком из домов живет мумия? В этом. Смотрите, по всему дому разбросаны бинты. Следующее существо – место жительства, которого нам нужно определить – гном. Загляните в два дома, чтобы разобраться, где он живет. Вероятно, в этом доме. Вся мебель меньше, и предметы расположены ниже, чем в другом доме. Здесь должно быть живет кто-то маленький, например, гном. Теперь нам нужно найти дом кентавра. Внимательно посмотрите на оба дома, огласите свой вердикт. Вот этот. Видите, на дорожке к дому – отпечатки копыт. Последняя пара домов. В одном из них живет настоящая ведьма. Можете сказать, в котором? Вы заметили милого черного кота? Это типичный помощник ведьмы, так что я ставлю на этот дом. Холодной январской ночью Джейн обнаружила свою подругу Дану без сознания в гардеробе. Девушки были на вечеринке с другими студентами колледжа. Полиция допросила нескольких студентов, чтобы выяснить, где они были в момент происшествия. Эллисон сказала, «Я все время была наверху, танцевала с друзьями». Лем сказал, «Я пошел в киоск за конфетами для своей девушки. На вечеринке были только напитки и чипсы». Оливер сказал, «Я разговаривал с девушкой, кажется, ей понравился». Кого стоит забрать в полицейский участок? Лем, ночь холодная, и ему понадобилась бы куртка, чтобы пойти в киоск. А если бы он пошел за курткой в гардероб, то нашел бы Дану раньше, чем это сделала Джейн. Значит, он либо солгал насчет киоска, либо почему-то не помог девушке. Разделите 30 на одну вторую и добавьте 10. Что вы получите? Правильный ответ – 70. Большинство людей делят 30 на 2, прибавляют 10 и получают 25. Но когда вы делите число на дробь, вы должны умножить его на знаменатель, число под чертой. Таким образом, 30 умножить на 2 и прибавить 10 равно 70. Вы оказались посреди леса. Перед вами три тропинки. Первая из них покрыта горящими раскаленными углями. Вторая тропинка настолько холодная, что кажется, будто Антарктида прямо у вас под ногами. А третий путь усыпан острыми гвоздями. Какой путь вы выберете? Выберите второй путь. Весь этот лед скоро сойдет. Он слишком близко к горячим углям. Полиция искала Кайла в течение двух дней. Парень ушел в поход и не вернулся. Наконец его нашли. Кто-то ударил его по голове и оставил лежать в кустах. Кайл успел только сказать «друг» и потерял сознание. У полицейских было трое подозреваемых. Все они были друзьями Кайла. Закари рассказал, что последние дни он провел на работе, готовясь к конференции. Джереми сказал детективам, что он вывихнул лодыжку и пролежал в постели четыре дня. А Билли объяснил, что ездил в Нью-Йорк по делам. Мужчина даже показал полицейским свой посадочный талон. Кто виноват в аварии с Кайлом? Билли показал полиции только один посадочный талон, тогда как он вернулся из Нью-Йорка. Его история звучит подозрительно. Джордан сильно опаздывал на собеседование. Но когда он подъехал к офисному зданию, то обнаружил, что свободных парковочных мест нет. Он решил оставить машину чуть дальше от входа. О нет, несмотря на то, что на площадке стояло еще несколько машин, парковка там была запрещена. К счастью, Джордану пришла в голову идея и его не оштрафовали. Что он сделал? Он взял штраф за парковку из другой машины и положил его на свое лобовое стекло. Это выглядело так, как будто он уже был оштрафован. Эй, я не говорила, что это честное решение. В тот день шеф-повар Логан собирался принять в своем ресторане очень важных гостей. Он волновался, потому что его будущее зависело от того, как они оценят его блюда. Все должно было пройти идеально. До прибытия гостей оставался всего один час. И тут Логан обнаружил, что кто-то оставил красные отпечатки рук на его белоснежном пиджаке. Он осмотрел пятна. Это был кетчуп. Логан знал, что некоторые повара его недолюбливают. Посмотрите на них и постарайтесь помочь шеф-повару разобраться, кто виноват. В мусорном ведре лежит пара перчаток, испачканных чем-то красным. Единственный человек, на котором нет перчаток, повар слева. Это он испортил форму Логана.